Я хочу еще раз повторить эту логику. Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу дальнейшего распространения НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы, что ли, пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Вот это первое. Второе. Почему так опасно возможное принятие Украины? Ну, есть же проблема. Вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины, а мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путём, а в доктринальных документах Украины прописано, что а – Россия противник, и б – возможно возвращение Крыма военным путём, представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединённых Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это, значит, абсолютный империатив. И будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить. Есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.